Сомали, Восточная Африка 99 американских солдат ночью оказались в западне в городе, когда вооруженные сомалийцы приблизились к их позициям. Следователям предстоит понять, почему рядовая операция обернулась катастрофической неудачей, в результате которой американская армия понесла самые крупные потери со времен войны во Вьетнаме. Катастрофы не случаются просто так. Каждый предшествует цепь решающих событий. Распутаем судьбоносные решения и отчитаем последние. Секунды до катастрофы. Падение черного ястреба. Сомали. 3 октября 1993 года. Оперативная группа «Рейнджер». 160 бойцов. Элита американского спецназа ждут инструктажа перед новой вылазкой в охваченную беззаконием столицу Сомали. Приступайте. Их главная задача захватить или убить полевого командира генерала Мохаммеда Айдиды и усмирить его мятежный клан. Разведка обнаружила, что важные цели представители клана, верные Айдиду, собираются вместе в точке в центре города. Сегодня рейнджеры должны взять их живыми или мертвыми. 3 часа 32 минуты. Вертолеты Black Hawk и Little Bird с рейнджерами и элитой операторов Дельты взлетают с базы в черте города. Мы подходили со стороны океана, вдалеке показались жалкие лачуги на окраинах города. На борту Black Hawk Super 64 бойцы готовятся к атаке. 26-летний сержант Мэтт Эверсман ведет группу в бой в первый раз. Внезапно пилот вертолета объявил нам, что мы начинаем атаку. Буря эмоций, адреналин. Нам предстояло мгновенно снизиться с 600 метров до 12. Это самый невероятный захватывающий дух полет, который вы можете себе представить. Это было незабываемо. Цель вылазки — трехэтажное здание в самом сердце враждебного Магадиша. Десант рассчитывает справиться с задачей за 30 минут. Мы планировали окружить здание, после чего высадить бойцов дельты с маленьких вертолетов прямо на крышу, войти в здание и захватить тех людей. 15 часов 42 минуты. Лишь только вертолеты зависнут над точкой, рейнджеры, разделенные на четыре группы, спустятся по канатам на землю. Каждая группа будет контролировать один угол здания. Трудность в том, что ничего не видно, кругом грязь и пыль. Она поднимается повсюду, ее задувает в вертолет. Крышу удается увидеть лишь мельком, так что ты не знаешь точно, где находишься. В вертолете четвертой группы пилот говорит, «Мы не в том месте, мы чуть-чуть не долетели до точки, куда собирались высадить вас». Несмотря на это, канаты были выброшены из вертолета. Четвертой группе придется занимать позицию, уже оказавшись на земле. Я спустился по канату где-то до середины, когда увидел тело одного из наших рейнджеров, молодого Тодда Блэкберна, лежащего на земле. Моя первая мысль была, «Мы под обстрелом, кого-то уже убили, а я еще даже не спустился на землю». Я очень испугался. Из-за потери они не могут двигаться дальше. Врач поворачивается ко мне и говорит, «Он не ранен, он упал, потерял равновесие». Я в тот момент думал, что он мертв, потому что изо рта, носа и уши у него шла кровь, он выглядел ужасно. Четвертой группе нужно выйти к цели, чтобы соединиться с остальными. Но они застряли в одном квартале, к северу. Десант Дельта проникает в здание и ищет приспешников Эйдида. В это время большая группа эвакуации прибывает к атакованному зданию. Ее задача — вывести всех бойцов Дельты и Рейнджеров вместе с пленниками на базу. Ю-64, мы на месте, готовы к эвакуации. Прием. В головной машине командир батальона Дэнни МакКнайт. Я занял позицию ожидания. Мне было видно объект. Я ждал сигнала. Вертолеты «Блэк Хокк» обеспечивают наблюдение и огневую поддержку. Они принимают ответный огонь. Машиной «Супер-6-5» управляет Джерри Изу. Я слышал разрывы снарядов позади вертолета. Слышал два взрыва, похожие на резкие удары грома. Все остальные машины двигались, интенсивно маневрировали, уклоняясь от огня. Но когда ты под дождем, от всех капель не увернешься. 16.00 В плен взяты 23 сомалийца, включая двух ближайших сторонников Айдида. Десант готовится покинуть место операции вместе с плен. Три машины группы эвакуации направлены к северу, в четвертой группе туда, где лежит раненый Тодд Блэкберн. А-а-а! Руководитель рейда полковник Джерри Бойкин наблюдает за ходом операции по видеотрансляции, которую передают Блэк-Хокки, кружащие над местом боя. Полковник Мак-Найт, продолжайте движение, забирайте пленных и везите их на базу. Вас понял. Они захватили людей и продвигались после этого очень быстро, встречая небольшое сопротивление. Они были готовы вывести их даже быстрее, чем я ожидал. Задача была выполнена. Мы уже думали о том, как вернемся домой. Мы боевые ветераны, с ума сойти. Интересно, нас наградят? Мы все думали о том, что пора возвращаться домой. Но пока десант ожидает сигнала к эвакуации, к месту боя подтягиваются новые силы сомалийцев. Я был далеко от того места и побежал туда. Я увидел массу раненых. Это было место ужасной трагедии. Это была бойня, я не мог сосчитать трупы. Разорение, царившее там, затронуло меня не только физически, но и душевно. Я видел его своими глазами. Шел бой. Тяжелый бой. Это была оглушительная какофония. Выстрелы были настолько громкими, что болезнь не могла. Уши болели зубы. Уши болели челюсти. Я никогда не испытывал такого ощущения, как от того гула, что стоял в тот день над полем боя. Мы бились не на жизнь, а насмерть с этими людьми, которые не собирались останавливаться. Остановить их могли только пули, только еще более жестокий бой. Вертолетам, кружащим в небе, тоже приходится тяжело. Бой становился все интенсивнее, больше огня из автоматического оружия, больше реактивных гранат. А мы сидим там, мы напряжены и говорим, давайте, давайте, поторопитесь, заканчивайте уже, грузите их на грузовики и увозим их. Шестнадцать часов двадцать минут. Шестьдесят первого подбили. Шестьдесят первый падает. У меня это все еще перед глазами, как машина начинает падать. Как я это воспринимал? Да похоже на то, что он падает, но этого просто не может быть. Я видел это собственными глазами. Я был очень взволнован, счастлив, когда увидел, что Блэк Хоук падает. Я поднял взгляд и увидел, как от Блэк Хоука отваливаются куски, а сам он кружится в штопоре. Шестьдесят первый упал. Мы потеряли Блэк Хоук. В этот момент мы все поняли, что сценарий поменялся. Блэк Хоук рухнул в трех кварталах к северо-востоку от цели. Толпы сомалийцев ринулись к месту падения. Я смотрел вниз сквозь другую секцию остекления и видел, как буквально орды людей бегут туда, где упал вертолет. Я почувствовал, что у нас совсем мало времени, чтобы оказаться там. Группа эвакуации отклоняется от маршрута к месту падения вертолета. По пути они забирают часть бойцов четвертой группы. Вас понял, здесь есть раненые. Полковник Макнайт подъехал на своем хамере. Мы загрузили всех своих людей, погрузились в эти машины и выдвинулись к месту падения. Вторая группа пытается пробиться к месту падения вертолета пешком, чтобы примкнуть к группе эвакуации. Я услышал вопль и увидел Эрла Филмора из Дельты, к которому пуля только что пробила голову. Другая пуля попала в голень лейтенанту Лэкнеру. Я помню, как я смотрел через улицу и думал, как это могло случиться с оператором Дельты. Ведь я знаю, что он все делает правильно. Хотя стараешься подавить это чувство, но оно пробивается. Мы не застрахованы от ошибок, мы не супермены, и в броне бывают изъяны. 16 часов 40 минут. 64-й, вы в порядке? Еще один вертолет Black Hawk Super 64, управляемый Марком Дьюрантом, подбит. 64-й падает. 64-й упал. Враждебные толпы движутся к месту падения второго вертолета. Он упал примерно в километре и восьмистах метрах от первого вертолета, к которому мы отправили всех. Не думаю, что нам когда-нибудь могло прийти в голову, что мы потеряем две машины сзади. Два снайпера Дельты, осуществляющие огневую поддержку с другого вертолета, просят, чтобы их перебросили к месту падения второй машины для защиты раненого экипажа. Их было неким прикрыть. Два человека против неизвестного числа сомалийских боевиков. У них было мало шансов выйти живыми. Мы даже задали им этот вопрос. Вы это понимаете? Да, ответили они. Но когда сомалийцы подходят к месту падения вертолета, полковник Бойкин понимает, что других вариантов нет. Выпускайте их туда. Ему нужно выиграть время для раненого экипажа. Основные силы эвакуационной группы завязли в лабиринте улиц. Дальше, следующий направо, поворачивайте на юг, Ю-6-4. И не могут пробиться ни к одному из вертолетов. Мы продираемся через дьявольскую неразбериху боя, где сомалийцы по обеим сторонам улицы палят друг в друга. Над одной из наших машин впереди пролетает реактивная граната. Имейте в виду, что они идут под сильный обстрел. Остановитесь, остановитесь же! Еще одна засада. Новые потери. Мы, пожалуй, показали максимальную неготовность к бою, если учитывать наши потери и наш статус. У нас много раненых, машины на полпути. Необходимо вывезти отсюда как можно скорее. Эвакуационная группа, понизшая серьезные потери, прекращает поиски первого Блэкхолка и начинает пробиваться назад к американской базе. Раненого пилота второго из упавших Блэкхоков, Майка Дьюронта, защищают лишь два снайпера Дельты, Рэнди Шугарт и Гарри Гордон. Магазин! Майк рассказал нам потом, что Рэнди Шугарт закричал, «Горди, я ранен!» и его винтовка замолчала. Толпа сомалийцев проходит мимо места падения второго вертолета. Они набрасываются на выживших и на тела снайперов Дельты. Как говорит Майк, в следующий момент он увидел, как волна народа накрыла его и пронеслась над ним. Он потерял сознание. Сильно потрепанная эвакуационная группа возвращается на базу. 99 бойцов Рейнджеров и Дельты остаются в городе, окруженные в районе падения первого Блэкхолка. Наступает ночь. Бойцы вынуждены искать укрытие в стороне от враждебных улиц. Мы были так раздосадованы тем, что дело дошло до того, что мы очутились в обороне. Мы, Рейнджеры, при том, что Дельты и 160-й авиаполк спецназначения были в воздухе. Не может быть, чтобы нам пришлось сдаваться. Это безумие. Хватило бы одной гранаты, чтобы убить всех, кто был в этой комнате. Страшно понимать, что ты можешь не пережить эту ночь. Ты очень хорошо можешь не жить через ночь. Тысячи боевиков без перерыва атакуют позиции Рейнджеров. Вертолеты «Литл Бёрд» направляются к месту боя в отчаянной попытке сдержать сомалийцев. Всякий раз, когда прилетали «Литл Бёрд» и начинали обстрел, небо вспыхивало, будто от молнии. Ракеты гремели, как гром, и с неба сыпался латунный дождь сжженных гильз. Когда он освещал улицу, можно было видеть движущиеся тени людей. Их было больше, и они были ближе, чем мы думали. 23 часа 15 минут. Огромный отряд выдвигается с американской базы на окраине города. В него входят пакистанские танки и малазийские бронемашины. Бойцы из группы Рейнджеров и 10-й горно-стрелковой дивизии. Его задача — вызволить бойцов из ловушки. Лейтенант Ларри Мурс ведет группу Рейнджеров обратно в город. Они знали, каков этот бой, и, возвращаясь туда, они знали, что это надолго. Но нам нужно было прийти туда и выполнить свою задачу. 4 октября 1993 года. Машины Ларри Мурса достигают места падения второго вертолета, но его отряд не находит там ни выживших, ни погибших. Считанные минуты спустя отряд добирается до группы Рейнджеров, попавшей в западню возле первого сбитого вертолета. Им пришлось грузить раненых в машины, это заняло много времени. Погибших клали на броню. Они были мертвы уже давно, им не было больно. Стояла удивительная тишина, не было слышно стрельбы, и вдруг... Ба-бах! Все началось заново. В эту машину набили человек восемь. Мы все были ранены, стоял запах крови и пота. Я наклонился через плечо и сказал, «Дружище, дави на газ, надо выбираться отсюда». Я не знал, что они все еще пытались вытащить тело Клиффа Волкота. Никто не собирался уходить, не забрав их оттуда. Они оставались там до тех пор, пока не распилили вертолет на части. Пять часов сорок две минуты. Наконец, отряд готов уходить. Но машины под завязку загружены бойцами 10-й горно-стрелковой дивизии, миротворцами ООН, ранеными и погибшими. Группе рейнджеров недостает места. Тем из них, кто не был ранен в бою, придется идти пешком. Это было невероятно. В теории мы должны были бежать рядом с бронемашинами под их защитой, но в начале первого же квартала бронемашины оторвались от нас. Группе рейнджеров и бойцов Дельты пришлось пробежать дистанцию, называемую теперь Милей-Магадишо, до футбольного стадиона, находящегося под контролем ООН. Чудом обошлось без новых жертв. Я наблюдал, как пятитонный грузовик въехал на летные пули. Там были люди, погибшие и раненые. Я подошел, чтобы помочь опустить борт. Лишь только борт был откинут, оттуда хлынула кровь. Мне было очень тяжело видеть этих людей, жизни которых были вверены мне. Я не забуду этого никогда. 18 американских солдат погибли, 84 ранены. Пилот вертолета «Блэк Хок» Майк Дьюранд взят в заложники и удерживается в неизвестном месте. Майк Дьюранд, армия США. Сомалийцы, по разным оценкам, потеряли убитыми от 500 до 1000 человек. Телевизионные кадры, на которых видны тела американских солдат, которых волокут по улице Магадиша, вызывают волну возмущения в США. Теперь, возвращаясь к событиям того дня, мы можем увидеть, как плохо организованная и слабо вооруженная армия боевиков смогла бросить вызов самым высокопрофессиональным бойцам на планете. Первоначально американский контингент был направлен в Сомали в составе гуманитарной миссии ООН в марте предыдущего года. В их задачу входили охрана и распределение грузов в рамках операции «Возрождение надежды». Следите, чтобы толпы не разворовывали зерно. Они с каждым днем все менее управляемы, так что надо быть там и поддерживать порядок. Роберт Оукли был спецпредставителем США в Сомали в период операции «Возрождение надежды». Военные подразделения, участвовавшие в «Возрождении надежды», продемонстрировали способность справляться с любыми ситуациями быстро и беспристрастно. Под совместным управлением США и ООН гражданские военные работали сообща, а жизнь в стране налаживалась. Но в августе 1993 года, после смены администрации Белого дома, задачи миссии поменялись. Теперь американские военные не столько охраняли и распределяли грузы, сколько охотились за человеком, которого воспринимали как самую большую угрозу не только миротворческой миссии, но и стабильности во всей стране. Нас направили в столицу Сомали-Магадиша, чтобы схватить и придать суду печально знаменитого предводителя клана Мохаммеда Фара Айдида. Американский народ потребовал правды о том, почему новая миссия потерпела такой сокрушительный провал. И почему сомалийцы удерживают в заложниках пилота Майка Дьюранта. После событий 4 октября Оукли был вновь направлен в Сомали, чтобы добиться освобождения пилота Майка Дьюранта. Архивная фоновая запись. Дьюрант освобожден. Оукли полагает, что стратегия, направленная на свержение Айдида, с самого начала была порочной. Если бы его свергли, кто-нибудь другой занял бы его место, и конфликт стал бы еще хуже. ООН и США дали Айдиду понять, что он не сможет играть никакой роли в будущем Сомали. Как только его лишили этой надежды, ему стало ясно, что США и ООН не собираются терпеть Айдида в качестве лидера Сомали, он сказал, хорошо, мне надо сделать что-нибудь другое, чтобы привлечь их внимание. Это чувство вообще присуще человеку, не обязательно сомалийцу. Я часть моего народа, и разделяю его страдания. Марк Бауден, автор, ставший бестселлером книги «Падение черного ястреба», брал интервью как у многих бойцов, рейнджеров и дельты, которые были там в тот день, так и у боевиков Айдида. Я полагаю, что сомалийцы еще были разделены на два лагеря весной 92-го года. Было много тех, кто приветствовал присутствие ООН, кто питал надежды. Когда они впервые прибыли сюда, привезли помощь, мы приветствовали их и встречались цветами. К лету 93-го года картина поменялась. В июле произошло событие, которое сплотило людей из разных планов. Однажды силы ООН окружили дом, где предводители кланов встретились, чтобы обсудить, поддерживать ли им Айдида в его действиях, направленных против ООН. В ООН хотели наказать боевиков Айдида за убийство 24-х пакистанских миротворцев месяц тому назад. Встреча предводителей кланов представлялась удобным случаем. Осман Атта был главным спонсором Айдида. Он хорошо помнит день этого рейда. Они прилетели на вертолетах и начали стрелять. Там не было тайного склада оружия, как они утверждали. К несчастью, они убили 73-72 старейшин. Не зная нарастающей напряженности, элитные подразделения рейнджеров и дельты прибыли сюда шесть недель спустя. Их вылазки в городе еще больше обозлили жителей Магадишу. Мы пришли туда не кормить кого-то. Представьте, вы стоите, никого не трогаете. Вдруг прилетает вертолет, оттуда выпрыгивают какие-то парни, начинают ломиться к вам в дверь, требуют лечь на пол, сделать то, это. В условиях возросшей напряженности на улицах Магадиша каждая операция рейнджеров должна была опираться на точные данные разведки. Робин Хорсфолл один из самых молодых бойцов когда-либо принятых в полк специальной воздушно-десантной службы в Великобритании. Имея большой опыт стычек с боевиками Ирландской республиканской армии на улицах в Северной Ирландии и участие в освобождении заложников в 1980 году в Иране, Хорсфолл полагает, что, учитывая нарастающую враждебность в проведенной операции, можно выделить ряд серьезных тактических ошибок. Начиная с самого плана захвата. План захвата здания был довольно прост. Вертолеты «Блэк Холк» прибывали на место, рейнджеры спускались по канатам и занимали позицию в здании с четырех сторон по углам. А бойцы «Дельты» в это время высаживались с маленьких вертолетов МХ-6 и выполняли непосредственно захват. Это был план, который мог быть быстро введен в действие в любой момент при появлении генерала Эдида и его приспешников. Группе рейнджер был нужен план действий для моментальной высадки на место в случае необходимости. Если подготовка занимает много времени, слишком велики шансы, что цель уйдет с места, где ее засекла разведка. Чем проще этот план действий, тем лучше. Это не означает, что в нем нельзя ничего менять. Невозможно всякий раз действовать совершенно одинаково. Это называется иметь базовый сценарий. Этот базовый сценарий неоднократно хорошо показывал себя, но не в этот раз. Корсфол полагает свое объяснение. В 70-х и 80-х годах мы боролись с Ирландской республиканской армией. И нас постоянно учили, что нельзя повторяться. Каждый раз, когда в новой операции вы используете тот же сценарий, вы даете врагу информацию. Это значит, что как только боевики узнали, куда направляются рейнджеры, они были готовы. Как только группы рейнджеров высадились, наблюдатели стали сообщать о передвижении боевиков к месту операции. Они нам сказали, что на подступах были люди. Они видели тяжелые орудия, пулеметы. Они знали, что мы придем и будет потруднее, чем обычно. Боевики Айдиды имели стратегию контратаки. Попытаться сбить Блэк Хоук, выманить рейнджеров на место его падения и окружить. Айдид рассуждал так, если они опять прилетят на вертолетах и организуют атаку по тому же сценарию, мы будем готовы. Мы привезем сюда РПГ-7 и станем бить из них по вертолетам. Айдиды и использовались на вертолетах. Айдиды нельзя было недооценивать. Мы использовали все доступные сомалийцам средства, чтобы сбить вертолет, так как вертолеты наши главные враги. Рейнджеры не предполагали, что примитивная реактивная граната способна сбить Блэк Хоук. Этого прежде не случалось, но Айдид обнаружил слабое место, которым смог воспользоваться. В 1980-х годах афганские маджахеды достигли некоторых успехов в борьбе против тяжелых советских вертолетов Ми-24 при помощи прицельного огня из реактивных гранатометов. Снаряд, выпускаемый РПГ-7, это очень простая реактивная граната. Самая уязвимая часть вертолета — хвостовой винт. Если пробить насквозь фюзеляж большого вреда это вертолету не нанесет, но если снести хвостовой винт, он потеряет управление и разобьется. Мы катастрофически недооценивали их способность сбивать вертолеты из противотанковых гранатометов. Мы думали, что вертолет может упасть только из-за поломки. Они просекли это, поняли, что если им удастся сбить вертолет, они смогут обрушить на нас весь город. но Хорсфолл считает переломным моментом падение второго вертолета. У рейнджеров на земле было лишь 160 бойцов. Они направили их всех на место падения первого вертолета, чтобы создать там безопасную зону. Они не могли разделить группу и отправить отряд к точке падения второго вертолета. Рейнджеры были втянуты в уличные бои, к которым не были подготовлены, и встретили исполненного решимости противника, которого серьезно недооценивали. Там были люди в шлепанцах, которые прятались за грузовую Тойоту. На ком-то был футбольный шлем. Мы были настроены так, словно это шутка. Мы овладеем этим местом за неделю. Мы дельтом, мы рейнджеры, мы морские котики. Сотрем всех в порошок. Сомалийцы очень гордый народ. Они будут стоять за себя и свою родину до конца. Я уверен, рейнджеры хорошие бойцы, но они недооценили сомалийцев. Это была одна из их больших ошибок. Небольшой десант оказался отрезан в городе и окружен боевиками, которые вели бои на знакомых им улицах. Если посмотреть на район выброски, видно, что здания расположены очень плотно. Ширины многих улиц едва хватает, чтобы проехать одной машине. Это значит, что люди могут бросать гранаты и стрелять в вас сверху, вниз, и очень легко организовывать засады. Оказавшись здесь, проще простого заблудиться. Уличные бои самые тяжелые в любой войне. Большинство генералов стараются избежать боев в городах. Со дня свержения президента Сиада Барре в 1991 году Магадиша постоянно находится в состоянии конфликта. Там нет действующего правительства, полиции, инфраструктуры. Улицы остаются полем боя. Каждая дверь, каждое окно, каждый переулок таили угрозы. Они ведут бой в темноте. Все вокруг враг. Деревья, песок, невозможно воевать с кем-то, для кого этот город родной. Американская армия всегда использовала подавляющую огневую мощь против превосходящего по численности противника на его территории. Но Хорсфолл полагает, что именно такого оружия не было у рейнджеров. У них не было вертолетов огневой поддержки, ракет, артиллерии, бронемашин. Поэтому, совершая боевые вылазки без этих элементов поддержки, они были очень уязвимы на земле. мы запрашивали самолет огневой поддержки AC-130. Мы были уверены в нем, мы знали, что в случае серьезных проблем он сможет переломить ситуацию в нашу сторону. Но нам отказали. Просьба о предоставлении бронетехники, направленной в американское правительство, также получили отказ. Если бы у нас была более крепкая машина с броневой защитой, мы продвигались бы по этим улицам намного быстрее и с меньшим риском. Они отправили нас в это пекло, а потом не дали того, что мы просили для того, чтобы выполнить здесь свою задачу. Без бронетехники и мощной поддержки с воздуха рейнджеры были вынуждены полагаться на более уязвимые и менее приспособленные к ведению боя хаммеры и вертолеты Блэк Хоу. Эти решения принимались на политическом уровне без учета их тактического значения на Земле. В очередной раз американское руководство допустило фатальную ошибку в оценке масштабов операции. Но ни одно лишь руководство недооценило способность сомалийцев организовать столь мощную контратаку. Наземные подразделения также допустили ряд ошибок в планировании имевших тяжелые последствия. Предполагалось, что операция займет меньше часа, поэтому они оставили на базе тяжелые бронежилеты, приборы ночного видения и даже фляги с водой. Сейчас кажется, что тогда все будто потеряли чувство ситуации, но тогда они правда думали, что так лучше для операции, мы будем легче, нам будет легче двигаться. Я посмотрел на Джеффа и спросил, который час? Два тридцать. Сколько займет операция? Примерно сорок пять минут. Ладно, тогда зачем вам приборы ночного видения, если это дневная операция? Не надо их брать. Когда наступила ночь, их небольшой отряд остался в окружении многократно превосходящего противника. Если бы у них были приборы ночного видения, они, пользуясь этим преимуществом, смогли бы создать гораздо большую разницу в потерях. Теперь мы можем проследить всю цепь событий, приведших к самым крупным боевым потерям Америки со времен войны во Вьетнаме. 68 минут до катастрофы. Элитная десантная группа отправлена на задание во враждебный Магадиша. Недооценивая сомалийцев, они действуют по плану, который использовали раньше. Го, го, го! 40 минут до катастрофы. Из-за недоработок разведки они оказываются перед лицом разъяренного врага, который знает об их появлении. 20 минут до катастрофы сомалийцы прицельно обстреливают американские вертолеты Блэк-Полк из гранатометов. 61-й сбит. Бойцы обороняют сбитый вертолет. Секунды до катастрофы. 64-го сбили. Сбит второй вертолет. Наземные подразделения не могут оборонять оба участка. Они оказываются втянутыми в уличные бои, в которых не могут победить. Успешно начавшаяся операция оборачивается отчаянной борьбой за выживание. 18 американских солдат погибли, 84 были ранены. С военной точки зрения операция была успешной, цели захвачены, боевикам Айдида нанесен колоссальный урон. Но потери среди рейнджеров и телевизионные кадры, запечатлевшие тела, которые волокут по улицам, предрешили вывод всех американских подразделений из Сомали. Когда группа американских военнослужащих отправляется в место вроде Сомали, которое большинство американцев в 93-м году не могли найти на карте с тем, чтобы выполнить гуманитарную миссию по поручению ООН, к потерям в такой миссии создается крайне нетерпимое отношение. Внезапность вывода из Сомали огорчила многих рейнджеров. Я не думаю, что был хоть кто-нибудь, кто не был разочарован тем, что нас выводили оттуда. Тот час и день это была ошибкой. Тяжело смотреть в глаза отцу солдата, убитого на тех улицах и пытаться что-то ему объяснить. Мы знали, что покинем Могадиши и будем всю жизнь жалеть о том, что не выполнили нашу главную задачу захватить Мохаммеда и Диден. Как бы мы ни были сильны, кого-то убьют, кто-то умрет, будут ранены и будут потери. Если вы посылаете их в бой, это неизбежно. Нужно думать о том, что зачем бы вы не посылали их туда, это стоит того для вас и для нации. Сомали по сей день остается ареной битвы враждующих кланов. Там по-прежнему свирепствует голод, несмотря на продолжающиеся усилия миротворцев ООН и Африканского Союза, конца многочисленным противоречиям в Сомали не видно. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилев. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова